Hi, people! С вами Visual English. Сегодня мы с вами разберем Present Simple – простое настоящее время. Для начала посмотрим, как образуется Present Simple. В начале предложения мы ставим любое подлежащее, а затем добавляем глагол. Например, I read a book. Я читаю книгу. На первом месте I – я, а затем что делаю? Читаю – read. Еще примеры. You work at the bank. Ты работаешь в банке. We live in London. Мы живем в Лондоне. Но куда же без исключений? Если у нас в предложении есть слова he, she, it – он, она, оно, то тогда мы к глаголу добавляем букву S. He lives in London. Он живет в Лондоне. She lives in London. Она живет в Лондоне. Отрицание. На первом месте мы с вами ставим действующее лицо, затем отрицательную частицу do not или does not, которая ставится после he, she, it, и глагол. I do not live in London. Я не живу в Лондоне. You do not work at the bank. Ты не работаешь в банке. She does not read a book. Она не читает книгу. Обратите внимание, что в слове read – читать – уже нет окончания S, потому что в слове does not уже есть буква S. Слова do not and does not можно сократить как don't и doesn't. Вместо I do not live in London проще будет сказать I don't live in London. Вместо she does not read a book, she doesn't read a book. Вопросительное предложение. Порядок слов похож на утвердительное предложение, то есть на первом месте у нас действующее лицо, а затем глагол. Только. Единственная разница в том, что мы будем вставить в начале попросительного предложения наши слова do или does, которые никак не переводятся, но показывают, что это вопрос. В русском языке мы показываем вопрос с помощью интонации. Мы не добавляем ничего и не меняем. В английском языке, чтобы показать, что это вопрос, мы добавим do или does. Does после хищи it в начале предложения, чтобы показать, что это вопрос. Примеры. Do you live in New York? Ты живешь в Нью-Йорке? То есть у нас do ставится на первом месте и никак не переводится. Does he speak English? Он говорит по-английски. А теперь давайте разберем случаи употребления Present Simple. Мы употребляем Present Simple, когда говорим о регулярных, повторяющихся действиях, привычках. Например, Они смотрят фильм каждую пятницу. Они смотрят фильм каждую пятницу. They watch a film every Friday. Я играю на пианино каждый день. I play the piano every day. Следующий случай – это неизменные, постоянные события, факты. Например, Земля кружится вокруг солнца. The earth goes around the sun. И это факт. Следующий случай употребления – когда мы говорим о будущих действиях, которые произойдут согласно расписанию. Например, Самолет взлетит в 7 утра. The airplane takes off at 7 a.m. А теперь давайте визуально закрепим изученный материал. Утвердительное предложение. На первом месте ставим наше действующее лицо. Например, I, you, we, they, he, she, it. А затем глагол work или works. Не забываем про окончание s после he, she, it. Отрицание. На первом месте ставим наше действующее лицо. Затем отрицательную частичку don't или doesn't. И наш глагол. Вопрос. На этом все. Спасибо вам большое за внимание. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Bye!